Для тебя что является профессией актёра? Откуда это? Как ты складываешь пазлы актёрской? Я до сих пор не знаю, не понимаю, как я всё это складываю. Ну, на самом деле, очень просто с Николаем Владимировичем работать. Я всё время об этом говорил. Он поставит музыку, принесёт костюм и поставит что-нибудь из декораций. Как бы всё становится понятно, как бы правила игры и так далее. Как только это находится, сразу всё как-то двигается. Всё собирается в голове, что там, что играть надо, что делать. Делали Ричарда Третьего, и не было какого-то ингредиента, чтобы что-то толкнуло. Ну, просто ходили, ну, так как-то. Делали хитрого Ричарда, как обычно все это делают, хитрец какой-то. И вдруг он принёс чай, и говорит, давай его сыпать, мазать, не знаю, там, это каркаде, это кровь. И сразу появился вот этот комок грязи, которые как-то пошли от обратного. То есть он не то, что хитрый, а наоборот, он всё делает открыто. Выходит открытый хам, на которого сначала не обращают внимания, а потом раз-раз хитрый сап, и он уже на троне. И получается, и хардкор появился, и какое-то такое мясо. Вот пакетик чая, вот такая вот штука. Никакого психологизма. А что должен сделать человек в твоей жизни, вот у Олега Ягодина, в окружении, чтобы этот человек стал твоим врагом? Врагом? Не, ничего, не знаю, у меня нет врагов. И если я понимаю, что ты человек, ну как я сразу отхожу от этого человека просто. Не враг, ничего, ну и не надо, подальше держись от этого человека. А враг, уж прям враг, я не столкнулся. Ты сказал, музыка, у тебя в твоей жизни тоже музыка Курара, абсолютно потрясающая музыка, абсолютно потрясающий текст. Не встречал людей даже настолько органично, не только поющих и играющих, но ещё как-то двигающихся так, как, ну двигается только Ягодина. Это вот что это? Это девяностые клубы, все так двигались, все эти бешеные девяностые, рейвы, все так, я не один такой. Все, все кто дожил до сегодняшнего дня это помнят и как бы двигаются так же, наверное, если двигаются, то еще. Ну вот. Но такое время было, свободно. Понятно. Все подорвались до танцев. Такая отговорка. Но все-таки вот Ягодин, который берет и создает музыку, создает группу. Вот что двигает Олегом в этот момент? Я люблю музыку, люблю группы. Я как бы для меня это, я начал с музыки. Меня в музыку погрузило там в 11-12 лет. Все, и с тех пор. Вот смотри, представь себе, да, что вот если бы так было, музыка, профессия актера, которой исполняешь роль, вот вдруг так оказалось бы, что это все может изменить мир, изменить человека. И вот эта возможность вот есть, что бы спел, сыграл и сказал бы. Я все сыграл, спел. Это, конечно, сначала вот не понимаешь, но сейчас спустя там 15 лет, и с группой, и с театром я понимаю, что мы очень кочнули. Как бы все вместе и город, и, в общем-то, и людям помогаем. Это очень приятно. Мы действительно меняем. Меняем людей так же, как меня изменило. То есть, когда я ходил в 11-12 лет в мрачном городе Свердловске, когда я слушал там местные группы, меня это воодушевляло. Я гордился этим городом, хотя гордиться там было нечем. Это был очень мрачный город, очень такой опасный, город забот, все дела. Но вот эти вот ростки, не знаю, там, Наутилус, Букашкин, все какие-то, и театра драмы, которые начали ставить, какие-то современные бьесты, я помню. Которые очень мощно, как бы там, такие популярные были. Юрий Лахин, артист, то есть гремели по Свердловскому. Меня это очень меняло и помогало жить реально. А жить было нелегко в городе Свердловске в конце 80-х. Вот смотри, а многие сейчас пытаются подвести какую-то философскую базу, многоумничать на тему того, что вдруг почему вот в этой точке Урала возникла вот эта энергия. Ты думал об этом? Ну, как бы я об этом не думал, я так и не могу ничего придумать по этому поводу. Не знаю, видимо, действительно. Малахит, может, прокачивает как-то, не знаю, там все эти самоцветы камня, не знаю, божевка. Какая-то история тянется, да, до сих пор, связанная с Урамом. Не знаю, все индейцы первые на Урале, вот эти все пермские там поселения, не знаю, города древние. Сейчас кто-то знает, море, Пермское море, что-то есть. Хотя, конечно, не хочется там впадать в какую-нибудь эзотерику. Наверное, вопреки, так сказать, не благодаря, а вопреки климату, вопреки, как бы... Ну, по-зывому, город, как сейчас у нас город, бизнес-город стал, а тогда это был город-завод. Как бы рабочий, абсолютно, рабочий город. Урал, есть рабочий. Не знаю, так что... Смотри, то есть получается такая история. Всегда, когда возникает город-завод, некие условности, всегда нужно увидеть звезду. Там, там, ласточки гнездой вьют, как у пьесы «Последние калиды». Все равно даже Ричард, который в своей почти безысходности понимает, что мир да говно, ребята, да? Но все равно нужно пытаться даже через злость идти вверх. Вот это вот... Откуда ты берешь силы идти вверх? Ну... Книги, музыка, кино. Как бы все, кто рядом. Там, когда я нахожусь рядом с гением, господи. Не знаю. Вот такая... Откуда? От людей. От людей. Очень много людей. В Екатеринбурге очень, во всяком случае, было. Не знаю, сейчас. Сейчас как-то все-таки там больше дом, театр, там, группы. Как посторонних людей не появляются, скажем так, коллеги. Но... Там с 15 лет до 30 лет в каких-то компаниях не находился. Ну, как бы, да и город Екатеринбург, куда это было огромное месиво, где все варилось. Как бы, все, кто хотел там слушать, читать, не знаю, там, смотреть, это очень такой узкий круг был. Неразделенный на какие-то там формации. Театр, там, панки, не знаю, рэпер и так далее. Все крутилось в одном котле. И таких людей не встречал ни в одном городе. Это очень, как бы, вот, особенный Екатеринбург. Всегда отличался каким-то таким чувством юмора, отношением к жизни. Таким, ну, вот, мистический реализм, наверное, там, вспомнил. Это очень особенный взгляд. То есть, происходящий. И они меня, вот эти люди, вот, отвечали вообще. Вот. В общем-то, и повлияли. А что должен сделать человек в твоем окружении, который с тобой рядом оказался, чтобы ты его полюбил? Ух, что-то интересное. Ха-ха-ха. Не знаю. Так, вот, не такой... Я люблю парадокс во всем. Да, парадокс, Викатеринбург не хватало. Вообще, и в людях. И в быту. Что он должен сделать? Не знаю. Быть интересным. Наверное. А для кого как интересно? Не знаю. Не знаю. Не знаю, я не помню. Блин. Что-то на меня влияло. Там, это был такой, какой-то... Как будто скоростной пояс просто. Юх! Пролетел. Какие-то вспышки только остались. Смотри. Вот сейчас много говорят о моральности искусства, о нравственности искусства. Всех почти провоцирую. Говорю. Ну, ребят, ну вот смотрите. Стоит Давид. У Давида хуй. Да. И в чем проблема-то? Извините меня. Кто-то видит хуй, а кто-то видит красоту Давида. А вот у тебя... Искусство, мне кажется, рядом с медициной. Понимаете? Мы препарируем. Мы как бы... Тут как бы нельзя. Ну, как, ну, представьте, медик-хирург. Он сейчас будет отворачиваться от яичников там или не знаю там, и чего-то еще. Ну, все должно исследоваться. Человек погружается в себя, в первую очередь, да, кто занимается вот этим делом-то. И выискивать в себе только радости и благодушия и солнце, это прикольно и мощно, но... Ну, как, Господи, из говна цепи растут, да, эти. Угу. И в себе надо уж копаться, и в говне своим копаться. И это не тяжело, но вот что делать. Да, это вот... Припай. Все это такая вот... Надо изучать все стороны человеческие. Потому что в человеке все есть. То есть, ткни человека, и он возьмет в тупор и хряпнет любой. Мы не можем, как бы, быть добрый я или злой я не знаю. Никто не знает. Пока, как говорят сказать, ситуация очень экстренная. Такая... Война, да, вот война все как бы решает. Такой человек. Или там битва какая-то. Хер бы знает. Поэтому, вот, в человеке все есть, и все надо это показывать. Все, абсолютно все. Толстой сказал фразу, очень просто любить человека вообще. А попробуй полюбить городового, стоящего на углу своего дома, а тем более влюбиться в человека, у которого понос и диарея. Да. Вот именно. Да, да, да. Поэтому... Очень просто полюбить Давида без хуя, да? Да. С хуем попробуй полюбить. Да. Для тебя, то есть, вот человек, что тогда для тебя вот человек? Человек, человек, мир, мир вселенной. Это все, конечно. Очень интересный субъект для меня, человек. Как бы, я... Мое любимое такое развлечение, там, последние лет пять, как бы, я себе приезжаю в какие-то города, там, там, с курарами, насколько мы не ездим. И вот, мы приехали утром, заезжаем, заселяемся куда-нибудь. И я выхожу в лаеруши и просто иду вообще в любую сторону. Смотрю улицы, если там не бывало, в этом делали. И смотрю на людей. Просто разглядываю, разглядываю, разглядываю. Как люди. Вот. Это очень интересно. Это просто пипец. Просто останавливаешь на полный взгляд. В метро, например. Я очень люблю метро разглядывать людей. Что, о чем думаешь, там, что... Передумываешь судьбу его, там, и... Я даже думаю, угадывай, там, что-то. То есть, по манере, по одежде, по взгляду, по... По всему можно догадаться, как человек живет, чем живет. Может и нет, может и нет. Трудно быть гениальным актером, потому что все говорят... Ну, это так и есть, да? Без всякого ты сказал про Калиду, быть рядом с гением, да? А вот самому-то быть трудно гениальным актером. Я не знаю, я не гениальный актер. Гениальный актер Антон Макушин. Я серьезно говорю. Я не знаю, почему все вертится. Все бегают вокруг меня. Нет, гениальный актер, актер Антон Макушин, я считаю. Вот. В вас в театре. Вот существует такое понятие театральное братство, да? То есть, вот для тебя... Для меня, если честно, да? То есть, актерское братство – это такой маленький террариум друзей. Никогда не понимал, и вот сдохну, но не пойму, да? Когда вот оказываются в профессиональном театре, так называемом, да? То есть, государственном, который финансируется. Да. Два актера одинакового типажа, и которые, получая копейки, начинают толкаться и биться лбами друг от друга за возможность выйти и кланяться за роль. То есть, бьются, я никогда этого не понимал, и я не пойму этого. Вот для тебя вот природа, не знаю, не конкуренции в театре, а взаимоотношения с актером. Вот, любят маленькая роль, большая роль. Я вот этого вот, правда, не понимаю, я не прикидываюсь. Я сам оттуда, да? А я никогда этого не понимал, вот и сдохну, не пойму. Вот для тебя это вот, какая это природа? Актерское братство, так называемое. У нас, видите, у нас другое дело, у нас же, как сказать, скажем так, такое мощное актерское братство. Это, конечно, те люди, которые начинали все это дело, коллега театр. Это вообще, то есть, это больше, чем там, семья, больше, чем театр, вообще. Это, ну, я не знаю, это больше, чем банда какая-то, может быть. Вот все там, Федоров, Колесов, Колесов, все вот, где начинали с подвала с Ленина, это совсем другая история. Это телепатические какие-то, я не знаю, связь какая-то. То есть, если я надолго уезжаю куда-то далеко от театра, там где-то занимаюсь, я прям чувствую каждого как-то. Конечно, все так очень противно выглядит со стороны. Но это есть какая-то связь. Потому что мы даже не театр делали, наверное. Мы делали что-то, хер его знает, что-то больше, чем театр, наверное. То есть театр – это форма такая, а мы сделали такое свое, какое-то мини-государство, наверное. Поэтому я ничего не понимаю в политике, никогда не пойму, потому что моя политика и мое государство – это театр. Театр и независимая республика Курай, расскажем так, которая тоже соединена с театром плотно вообще. Вот. И такого-то у нас нет, не знаю. Ну, много сейчас приходит молодых каждый год, все время молодых кто приходит, кто уходит. Наверное, для молодого, чтобы я как-то так начал взаимодействовать с ним, наверное, год нужен, так, чтобы я так начал что-то понимать, что он сыграл. Здесь не театральные какие-то взаимоотношения, какие-то другие совсем. Это же все-таки надо называть, что это город Китеримбург, где… Или ты вообще ничего не делаешь, как все мои знакомые. Или если уж делаешь, это надо упарываться просто, я не знаю, там, из последних сил, чтобы что-то сделать, чтобы вылезти за пределы города. Да даже если даже в городе, чтобы как-то там повлиять, чтобы тебя узнали в городе, тоже надо постараться очень сильно. А уж выйти за пределы города – это вообще нереально. Так что, вот, здесь какая-то больше, чем театральная история, не знаю. Смотри, вот ты сейчас произнес слово «политика». Понятно, что всегда существовало и будет существовать в любом государстве понятие «идеология». То есть, ставят какие-то рамки, в которых, хочешь не хочешь, но ты должен соответствовать и в них двигаться. Свобода для тебя что? Ну, конечно, не политика, она не связана абсолютно. Внутренняя свобода, не знаю. Люби, делай то, что любишь. Вот все, вот абсолютная свобода. Только то, что любишь. Стараться не влезать в всякую хуйню. А даже если влез, то, ну, хотя бы это, чтобы это было полезно для того, что ты любишь. Олег, смотри, мир простых вещей, я о чем хочу спросить. Понятно, что, наверное, это везение, да. Ты говоришь о молодых. Многие молодые, когда входят в профессию актера, все Гамлеты, все Ричарды. Но случается такая история, вот мой любимый пример, да. Все говорят, Марго Фонтейн, Марго Фонтейн, великая балерина, во всем, там, во всех ведущих театрах танцевала, там, Жульетту, все ведущие партии. Но танцевала-то она 40 лет. И я говорю всегда в этот момент, ребята, представьте всех остальных девушек, которым Марго Фонтейн в силу своего таланта не дала станцевать Жульетту и все ведущие балетные партии. Вот каково, каково оказаться рядом с Марго Фонтейн. Вот, понимаешь, понял, да, вопрос? Я понял, да. Ну, пока, кстати, я дал, во-первых, Амиго, пожалуйста. Я просто, мы с ними подожжем, но это уже невозможно, там, 20-летний мальчик. Это смешно просто. Долго сопротивлялся Николай Владимирович, но как бы все равно, сейчас играет молодые, отлично играют. Вот. А все остальные роли, ну, я не знаю, по-моему, они не имеют возраста, скажем так. Это не... И потом Калиды вообще не имеет значения, кто... Вот, Ирка играет теток, там, 50-летних. Он может поставить молодого парня на роль, где в песне написано 42 года. То есть, вообще, это условно все. Здесь, поэтому, сейчас, не знаю, что я, честно говоря, не думаю, кому я даю, кому не даю там играть. Ну, не решать это, честно говоря. Мне не жалко это, серьезно. Я, что думать, я сижу и думаю, ага, я бы это сыграл, я бы это сыграл. Нет, нет, нет. Что, не дай, я все сыграю. Все не дай. Вот, всегда удивительно, да, то есть... Да, звезда Калидотеатра, ну, без лукавства, да, Калидор любит говорить, лезь не бывает грубой. А и вдруг выскакивает ягодин и начинает играть мишку, там, или гриб в третьем ряду пятого гриба. Вот, что в этом? Мне нравится. Понимаете, я не попал, мне лишь бы куда попасть было. То есть, когда я попал в драмтеатр сначала, господи, это было огромное везение. Потому что, там, люди мёрли просто на улице. То есть, во-первых, в армию не попасть, во-вторых, ну, как бы, да и ладно, и слабо, и так бы не попал. И так бы не попал. И, во-вторых, просто попасть на какую-то... Это я сейчас понимаю, как бы, тогда, конечно, ой, да ну, нафиг это надо, не в театр. Ну, ладно, у тебя, ну, попал и попал, как бы. Но то, что... И ещё, учаясь в институте, я уже попал в какую-то структуру, где не надо париться, искать работу, там, и так далее. То есть, это уже было везение. То, что я вообще вышел на сцену, это вообще, в принципе, везение. Я жутко стеснительный человек. Меня заставить что-то говорить, это очень нереально просто. Очень плохо учился, я в театральном студии. И поэтому для меня хоть что-то, массовка, не массовка, у меня всегда везде было весело. Господи, лишь бы весело было. Театр, в театр весел, всё-таки, как ни крути. То веселее, чем, не знаю, на рынке торговать. Мы торговали с мамой, ходили уже в особо лютые времена, когда мама на военке работала, на военном предприятии. И когда вся разруха эта понеслась, закрыли вообще военку. Это когда выдавали там зарплаты, не знаю, банками с вареньями. С сосисками. С шампанским, да, там, не помню. Маме выдали шинельми, вообще-то, военными. И мы ходили с ней на рынке торговать. Я никогда не забуду и, да не дай бог, хоть что, лишь бы не это. Потому что это пипец вообще. Вот. Так что вот, и поэтому, это правда хоть что. Я в мертвые души играю массовки. В Королевире это тоже, когда из массовки, потом выходишь в роль. Ну и вообще Галяда всегда делает, чтобы все были задействованы. Это круто. Да, мне нравится. Маскарад. Вот. Вот. Не роль. Я не о роли хочу спросить. Ревность. Убил бы кого-нибудь Ягодин? Сейчас, не пойму. Я, честно говоря, не помню, что такое ревность. Мы живем как-то так... Пиздато, я бы сказал. На ревность даже не заходит как бы какая-то. И, ну я... Острое чувство ревности я испытал до 25 лет. Я рано начал жить совместно с девушкой. Лет 16-ти, с 15-ти. Реально причем как-то очень так плохо. Очень серьезно. Вот тогда это было адское, адское. И я хорошо, что испытал это очень рано. Как стадии взросления. Как бы лучше раньше пройти. Огромную мучительную боль испытал ей ревности и так далее. И потом еще в следующих, так сказать, взаимоотношениях тоже испытал. Но с каждым разом все меньше, меньше, меньше. Все-таки уже разрастается ум. Который говорит, если ты чувствуешь чувство ревности, едина. Как бы, ну, если ничего из этого хорошего не получится. Поэтому я могу только вспоминать острое чувство ревности. Так что вот, ну, они были как бы на грани прямо жизни смерти. Пипец, конечно. О смерти боишься, о смерти думаешь? Нет, не боюсь. Смерти нет. Я знаю. Я, ну, тоже так заглядывал, так сказать. В лихих, был в лихих ситуациях. Я, так сказать, был рядом. Это все дело нормально. Все будет дальше продолжаться. Ну, как бы, тут важно эту жизнь прожить хорошо. Ну, как бы, так очень, как сказать. Хорошо жить – это как? Ну, хорошо в смысле, ну, ты чувствуешь. Всегда человек чувствует, когда это хорошо. Ну, чтобы мудаков поняли, чтобы рядом. Все зависит от людей, которые тебя окружают. Серьезно, как бы, ты – это то, на что ты смотришь. Ты – это кто вокруг тебя, как бы. Вот этого надо держаться. Об этом думать, а не о деньгах, не о статусе, не о всяких людей вообще. Люди. Важные люди, которые рядом. Вот. Вот. И если то, и все нормально. Дальше будет. Все. 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 Все.